Добрый день, дорогие коллеги! Мы на Первом медицинском канале продолжаем запись цикла лекций по клинической фармакологии. Лекции, предназначенных для студентов, которые ввиду ограничительных мероприятий, связанных с пандемией чертового коронавируса, вынуждены заниматься дистанционно, вынуждены заниматься дома. Меня зовут Олег Талибов, и как я говорил в предыдущих лекциях, все эти лекции являются открытыми. Наведя ваше мобильное устройство на этот QR-код, вы можете получить доступ к материалам этой лекции. Они выложены в ППТ-формате, никаких авторских прав на эти слайды не распространяется, вы можете их использовать по своему усмотрению, так как вам удобно. Кроме того, вот в этих социальных сетях вы можете меня найти, вот мой адрес электронной почты. Мне очень приятно, что несколько студентов по материалам предыдущих лекций уже задавали мне вопросы, я постарался на них на всех ответить, поэтому не стесняйтесь, мы не имеем возможности общаться сейчас очно, мы не имеем возможности общаться с глазу на глаз, ну давайте общаться по возможности через сети, благо этих возможностей у нас предостаточно. Сегодня мы будем говорить о немножечко специфической и болезненной теме, теме о дженериках и биологических аналогах, то есть о проблеме воспроизведенных лекарственных препаратов. Если вы помните одну из предыдущих лекций, посвященных вопросам разработки и испытаний лекарственных препаратов, то я показывал вот такой вот график, такую диаграмму Ганта, и говорил, что процесс разработки нового лекарственного препарата – это очень длительный процесс, требующий большого времени, больших вложений, больших усилий, больших денег, и он длится очень много, вот видите, внизу годы, да, и вот на этой вот диаграммке для некого модельного препарата для него прошло почти что 12 лет, прежде чем этот препарат появился на рынке. Естественно, патентная защита этого препарата, она не вечная, и любая компания старается оттянуть момент получения патента, чтобы по возможности использовать закрытое патентом время для того, чтобы продавать препарат на рынке, но так или иначе наступает срок, когда патент заканчивается, и на рынке могут появиться воспроизведенные лекарственные препараты или так называемые дженерики. В дальнейшем мы будем использовать термин дженериковые препараты или дженерики, просто потому, что, несмотря на свою некую жаргонность в российской регуляторной системе, термин дженерик, он хорошо уже всем понятен, он общепринят, а термин, который используется в российских регуляторных документах, воспроизведенные препараты, ну, немножечко тяжеловесный. Поэтому давайте мы сейчас оставим в юридическом документах их терминологию, а сами будем говорить на языке, ну, на профессиональном языке, может быть, с элементами профессионального жаргона. Дженерики иногда называют генерики, это калькас английского языка. Общий смысл дженерика – лекарственный препарат, срок защиты, патентной защиты на который истек, он перестал быть исключительной собственностью фармакомпании, которая первая выпустила его на рынок, его может производить кто угодно. Сразу же оговорюсь, не очень правильно называть дженерики копиями. А термин «копия» используется для лекарственных препаратов, которые представлены на рынках стран со слабой патентной защитой. То есть, это препараты, да, это те же самые воспроизведенные препараты, но которые скопированы, которые производятся с нарушением имеющегося патента. В этой лекции приведено несколько определений. Я не буду сейчас их зачитывать, я не буду давать им пояснения. Эти определения взяты из федерального закона номер 61 об обращении лекарственных веществ. Здесь приведен их текст. Их, в общем-то, надо знать для того, чтобы представлять себе отличия, что такое фармацевтическая субстанция, что такое лекарственное средство, что такое лекарственные препараты, лекарственная форма. То есть, необходимо просто понимать различия между этими терминами. Но, так как эти слайды, они у вас, вы можете сами прочитать весь этот текст. Я только подчеркну один термин. Есть термин «вспомогательные вещества». Вспомогательные вещества – это некий балласт. Это вещества, которые являются с фармакологической точки зрения индифферентными для организма, и которые добавляются в лекарственный препарат для создания определенной лекарственной формы. Например, лекарственные вещества, которые добавляются в таблетку просто для того, чтобы таблетка была таблеткой, а не рассыпалась в порошок. Вспомогательные вещества сами по себе не действуют. И в большинстве случаев мы считаем, что вспомогательные вещества никоим образом не должны влиять ни на фармакокинетику, ни тем более на фармакодинамику лекарственного препарата. Как я уже сказал, в российской регуляторной плоскости используется термин «воспроизведенное лекарственное средство», то есть термин, который мы заменяем более коротким словом и распространенным термином «дженерик». Воспроизведенное лекарственное средство – это лекарство, которое содержит ту же фармацевтическую субстанцию, либо комбинацию, в случае, если это комбинированный лекарственный препарат, в той же лекарственной форме, таблетка, капсула, мазь, что и оригинальное лекарственное средство, но которое поступает в обращение, то есть появляется на рынке и начинается, и поступает в аптеки, у стационара, и начинает использоваться после того, как в обращение поступил оригинальный лекарственный препарат. В более простых словах. Итак, дженерик. Содержит то же самое активное лекарственное вещество, что и оригинальный препарат. Может отличаться от него вспомогательными веществами. Это неактивные ингредиенты, это могут быть красители, консерванты, наполнители. Ну вот смотрите, красная пилюля, синяя пилюля. Например, допустим, что там вещество одно и то же. Разные производители имеют право произвести эти пилюли разного цвета. Может быть у каждого свое представление о прекрасном. Различия наблюдается в самом технологическом процессе производства. Да, мы безусловно подразумеваем, что эти различия не должны быть критическими. Эти различия не должны влиять на конечное качество получаемого продукта. Но в том числе даже химические процессы получения субстанции могут быть разными. Главное, чтобы на выходе было одно и то же вещество, одна и та же субстанция, грубо говоря, одна и та же химическая формула. Вы уже заканчиваете. Эти лекции читаются для студентов выпускных факультетов медицинских институтов. Вы уже заканчиваете медицинский институт, вам уже вот-вот пора будет приступить к работе. И, естественно, вы будете назначать лекарственные препараты и вы столкнетесь с проблемой выбора лекарственных препаратов. Что лучше назначать? Оригинальный лекарственный препарат или воспроизведенный лекарственный препарат? На самом деле мы сейчас постараемся максимально уйти от вопросов борьбы разнообразных фармацевтических компаний на этом рынке. Потому что очень много идет от лукавого. Очень много это аспекты маркетинговой, рыночной борьбы, но ни в коем случае не научные аспекты применения того или иного лекарства. И все же, какой препарат мы выбираем? По каким критериям мы должны, на каких критериях мы должны основываться, чем мы должны руководствоваться при выборе оригинального препарата или генерического препарата? Ну, стоимость, качество. Да, действительно, мы говорим, что дженериковый препарат, он должен быть дешевле. Потому что в этом, в общем-то, его основная задача – снизить стоимость лекарственного лечения. Дженериковый препарат при разработке не тащит за собой груза тех научных исследований, тех клинических исследований, которые необходимо провести для выпуска препарата на рынок. Их уже провели другие. Его эффективность уже хорошо изучена. Поэтому его цена, она априори должна быть ниже и ниже, в общем-то, серьезная. Другой разговор. Возникает вопрос. Цена. А всегда ли дешево – это хорошо? Можно ли снизить цену ниже дешевле дешевого? Но, может быть, на каком-то этапе это снижение цены уже не обосновано. Потому что, в конце концов, снижение цены в погоне за дешевым препаратом мы можем пренебречь качеством. Медпредставители рекомендуют. Вы будете общаться с представителями фармкомпании, ну, извините, вот здесь вопрос. А вы им верите? Название нравится. Ну, что, чем не аргумент? Придумайте хорошее название брендированному дженерику, может быть, он пойдет лучше, чем оригинал. Страна-производитель. Некоторые говорят, мы назначаем препараты, например, которые произведены только в европейских странах. Мы не назначаем дженериков, произведенных, скажем, в Азии. Ну, потому что не доверяем, скажем. А на самом деле, посмотрите внимательно. Откройте инструкции по медицинскому применению. Посмотрите, на каком заводе в таком случае был изготовлен именно этот препарат. В какой стране находится этот завод. И самое главное, посмотрите, если его производит европейская фирма, зарегистрированный препарат, например, на территории Европы, или эта компания, она зарегистрирована, сама компания зарегистрирована в Европе, штаб-квартирования в Европе, а производительные мощности находятся в других регионах, и препарат не зарегистрирован, скажем, в европейском регионе или в США. Ну, иногда говорят, что мы принципиально назначаем только оригиналы. Ну, или кто-то из вредности только дженерики, например. Постараемся обсудить эти вопросы сейчас. Естественно, с учетом того, что дженерик априори должен быть дешевле оригинального препарата, регуляторы всех стран стремятся снизить финансовое давление на систему здравоохранения. Чтобы здравоохранение было доступным, оно должно быть дешевле, это понятно. И поэтому путь, который открывается перед дженериковыми препаратами, он более простой. Им не надо проходить тот путь, который проходит оригинальный лекарственный препарат. Тем более, что для дженерика должно быть доказано одно – он эквивалентен оригинальному препарату. То есть, он такой же, он не хуже и не лучше. Вот виды эквивалентности, которые мы можем обсуждать и изучать. Фармацевтическая эквивалентность. Биологическая эквивалентность. Терапевтическая эквивалентность. Здесь еще понятие фармацевтические альтернативные препараты. Ну, к примеру, это разные соли одного и того же действующего вещества. Они могут, кстати, обладать разными свойствами. Такой немножечко, может быть, анахроничный. Примерно давайте возьмем бензилпенициллин. Существовало два вида соли. Активно применялось два вида соли. Натриевая соль и калиевая соль. И вот здесь, несмотря на что, что эти препараты были фармацевтически альтернативны, то есть непосредственно на бактерию, на патогенный возбудитель действовал именно бензилпенициллин, наличие калиевой соли предъявляло некоторые особые требования к этому препарату. Во-первых, его нельзя было вводить в больших дозах внутривенно. Просто потому, что тогда мы рисковали получить гиперкалиемию, резкий подскок уровня сывороточного калия. И его очень сложно было вводить внутримышечно. Это был просто очень болезненный препарат. Ну, или, например, метапрололосукцинат и метапрололотартрат. Вот две соли одного и того же препарата. Но большинство данных в ходе клинических исследований были получены именно для метапрололосукцината. Поэтому к фармацевтическим альтернативным препаратам они не являются полностью эквивалентными. Могут быть некоторые отличия. Фармацевтическая эквивалентность. Здесь в лекции приведены старые классические формулировки, описывающие разнообразные виды эквивалентности. Но за последние 25 лет, наверное, они не претерпели никаких изменений. Итак, препараты фармацевтические эквивалентные. Что это значит? Одни и те же субстанции, в одном количестве, в одной лекарственной форме. Одна концентрация предназначена для одинакового путеведения. Не педагогичный пример. Но все-таки пусть меня простят мои более консервативные коллеги, я не удержусь от того, чтобы его привести и на студенческой лекции. Давайте возьмем две ситуации. Две бутылки водки. Итак, мы возьмем хорошую водку и плохую водку. Условно. Что такое водка с точки зрения фармаколога? 40% водный раствор этилового спирта. Но при всем при этом мы понимаем, что водка может быть хорошей и может быть плохой. Да, в основном фармакодинамический ее эффект зависит именно от концентрации действующего вещества. Вот, собственно, активная субстанция C2H5OH. Но при всем при этом подразумевается, что вследствие хорошей ретификации, в хорошей водке все остальные спирты, которые могут туда проникнуть, будут находиться в остаточном количестве, которое не будет оказывать системного влияния на организм. А вот в плохой водке, вследствие недостаточно хорошей культуры производства, они будут присутствовать. И как раз-таки вопросы очищения, они и будут во многом определять токсический эффект плохой водки. А так, вроде бы, и то, и другое, это 40% C2H5OH в воде. На самом деле, то же самое можно сказать о дженериковых препаратах. Потому что нередко случается, что субстанция, которая производится на разных химических производствах, на разных химических предприятиях, она может оказаться ненадлежащего качества. Например, недавно была история, когда по всему миру, ну это где-то в течение, это где-то случилось два года назад, шел отзыв дженериковых препаратов Валсартана. Дело в том, что при синтезе Валсартана, при синтезе именно вот этого конкретно, вот этого кольца, субстанция может контаминироваться вот этой молекулой, нитрозодиметиламином. Нитрозодиметиламин является потенциально кацерогеном. И в высоких дозах, в достаточно высоких дозах, в которых он может проникать в субстанцию, он при многолетнем приеме может вызывать рак печени. Так вот, собственно, контаминация субстанции нитрозодиметиламином привела к тому, что очень большое количество дженериковых препаратов Валсартана по всему миру было отозвано. Именно вследствие того, что не все предприятия, производящие субстанцию, смогли обеспечить достаточно хорошие условия для очищения от побочного продукта синтеза Валсартана, нитрозодиметиламина. А так-то количество действующего вещества они содержали идентичное, естественно, к действующему веществу там претензий не было. Претензия была именно как к контаминанту, к загрязняющей примеси. Вот другой пример. Здесь я не буду называть этот препарат из этических соображений. Это оригинальный препарат, это дженериковый препарат. И оригинальный препарат, и дженериковый препарат, они упакованы в капсулы. Вот эти капсулы. Да, вот просто понятно, что капсулы одинаковые. Я обрезал максимальную фотографию, чтобы по капсуле не удалось идентифицировать коммерческие названия этих лекарств. Но вот смотрите, какая получается штука. В капсулы содержат гранулят. Обратите внимание на диаметр гранулок. Видите, здесь гранулки мелкие, здесь гранулки очень крупные. Собственно, мелкая грануляция, мелкое гранулирование, оно может привести к тому, что растворение и всасывание вот этого препарата будет проходить быстрее и лучше, чем препарата вот этого. Да, и здесь, и здесь одна и та же молекула. Это одно и то же вещество, одна и та же фармацевтическая субстанция. Но фармакокинетические свойства, дезинтеграция препарата и процесс его всасывания, процесс абсорбции в желудочно-кишечном тракте может отличаться именно вследствие разных требований к изготовлению субстанции. То есть, в данном случае разного диаметра гранул. Поэтому недостаточно доказать, что препараты исключительно фармацевтические эквивалентны. Нужно сделать следующий шаг. Для тех препаратов, которые используются в виде таблеток, в виде капсул, которые принимают сапироз, и фармакокинетика, которых зависит от полноты и интенсивности всасывания в желудочно-кишечном тракте, необходимо доказать следующий момент их эквивалентности, их одинаковости. Это биологическую эквивалентность. То есть, считается, что два лекарственных препарата, они биологически эквивалентны, если они содержат в себе идентичную фармацевтическую субстанцию в идентичном количестве, но при этом их биодоступность, скорость и степень всасывания при введении в идентичной дозе обеспечивает одинаковые фармакокинетические параметры, является одинаковой. Я показывал уже этот слайд, когда мы говорили очень коротко об исследовании биоэквивалентности на лекции по клиническим исследованиям. В общем виде исследования биоэквивалентности проводятся на здоровых добровольцах. Иногда приходится привлекать пациентов тогда, когда нам нужно изучить биологическую эквивалентность при изучении, при исследовании тех препаратов, которые являются априори токсичными. Например, цитостатиков. Тогда мы берем пациентов, страдающих целевой патологией, и не только их лечим этим препаратом, но и изучаем фармакокинетику этого препарата. Но для большинства лекарственных препаратов все-таки исследование биологической эквивалентности проводится на здоровых добровольцах. Итак, мы берем некую толпу здоровых добровольцев, случайным образом делим напополам. Одним даем красную таблетку, другим синюю таблетку. Берем кровь. Это называется первое дозирование. Определяем концентрацию препарата в крови. Потом проходит период отмывки. Мы просто дожидаемся, пока весь этот препарат выйдет из крови. И перекрещиваем. Это классическое исследование с перекрестным дизайном. То есть, те, кто получали красную таблетку, получают синюю таблетку. И наоборот. Соответственно, каждый доброволец по одному разу получит и оригинальный препарат, и дженериковый препарат. Это делается для того, такой дизайн существует для того, чтобы индивидуальные особенности метаболизма лекарственного препарата не повлияли на итоговый анализ данных. И вот мы получаем фармакокинетические кривые. Но даже не проводя никаких расчетов, а просто бросив на этот график взгляд, можно понять, что эти графики идентичны. Они практически легли друг на друга. Площади под кривой фармакокинетических кривых одинаковы. Уровни максимальной концентрации почти что одинаковые. Вопросов как бы нет. Совершенно противоположная ситуация. Вот, например, оригинальный препарат, синяя таблетка, дает нам вот такую вот кривую, а вот кривая, которую дает нам дженериковый препарат. О чем говорит такая кривая? Более пологое нарастание этой кривой и меньшая максимальная концентрация говорит о том, что просто процесс всасывания или процесс дезинтеграции, они нарушены. Ну, например, эта таблетка была технологически, скажем, перепрессована, то есть она казалась более плотной, она не успевает раствориться в желудочно-кишечном тракте и не успевает отдать в кровоток все то количество препарата, которое в ней есть. А исходно, да, исходно количество препарата было одинаковым. Для того, чтобы протестировать гипотезу эквивалентности, мы должны сравнить между собой, как правило, два показателя. Первый показатель – это общая экспозиция препарата или площадь под фармакокинетической кривой. То есть мы берем среднегеометрические площади под кривой, логарифмируем их, это исключительно для того, чтобы получить распределение близкое к нормальному и применить методы параметрической статистики. Но это мы уже сейчас можем уйти в дебре тестирования этой гипотезы, поэтому я остановлюсь и не буду рассказывать дальше. Просто делим эти параметры друг на друга, смотрим их соотношение. И точно так же второй параметр, который нас интересует – это максимальные концентрации, достигаемые для дженерикого препарата и для оригинального препарата. То же самое делим одно на другое, опять-таки используем логарифмически преобразованные данные среднегеометрических концентраций. Очень редко, когда принципиально скорость достижения максимальной концентрации, мы можем сравнивать время достижения максимальной концентрации. Но для большинства препаратов это время не является критическим. Итак, когда мы используем, когда мы тестируем гипотезу биологической эквивалентности? В чем смысл этой гипотезы? Итак, вот у нас есть так называемые нулевые гипотезы. Нулевая гипотеза, первая гипотеза – препарат хуже. Хуже условно. Концентрация или АУК, площадь под кривой меньше, чем у препарата сравнения. Либо, вторая ситуация – препарат лучше. У дженерикового препарата максимальная концентрация или площадь под кривой оказывается больше. Ни та, ни другая ситуация нас не устраивает. Мы должны отвергнуть и эту, и эту нулевую гипотезу. Говоря более научным языком, более строгим языком, тестирование связано с опровержением этих гипотез. При опровержении этих гипотез у нас справедливо считается альтернативная гипотеза, что препарат отношения к концентрации не меньше и не больше. Оно находится в неком среднем интервале, допустимом диапазоне, ограниченном вот этими вот дельта-1 и дельта-2, границами допустимого диапазона отношений. Дальше для этих параметров рассчитываются так называемые 90-процентные доверительные интервалы. Не углубляясь в математические аспекты этих доверительных интервалов, попытаюсь объяснить их по-простому. Пусть меня ругают математики, пусть говорят, что это очень малокорректное объяснение, но давайте представим себе, что вы ставили этот эксперимент, что вы проводили это исследование 100 раз. Так вот, 90-процентный доверительный интервал – это тот интервал, в котором полученный вами результат будет находиться в 90% экспериментов. То есть 90 раз из 100 мы получили в нашем эксперименте вот такое соотношение. Если мы поставим эксперимент 100 раз, то еще 89 раз мы получим соотношение на любом участке вот этого вот отрезка. 5% сюда и 5% сюда мы откидываем на допустимую погрешность. Потому что в любом эксперименте 100% мы ни в чем, как известно, быть уверены не можем. Итак, для большинства лекарственных препаратов достаточно показать, что доверительные интервалы соотношений площади под кривой и максимальных концентраций не выходят за пределы 80 и 125% от исходного. То есть, если у нас препараты равны, одинаковые, то мы получим 100%. То есть, доверительные интервалы, оказывающиеся внутри этого отрезка, устраивают нас. Мы можем говорить о том, что препарат биологически эквивалентен. Вот смотрите ситуацию, когда препарат не биоэквивалентен. Видите, доверительный интервал ушел за 125%. Доверительный интервал ушел ниже 80%. Есть лекарства, для которых терапевтическое окно является узким. То есть, разница между минимальной токсической концентрацией и терапевтической концентрацией достаточно невелика. Зачастую это те препараты, которые требуют фармакокинетического мониторинга. Например, это лекарственные препараты, применяемые для коррекции, для подавления системы иммунитета у пациентов с трансплантированными органами, скажем, токролимус или циклоспорин. У этих пациентов ведется фармакокинетический мониторинг, и доза препарата мониторируется в зависимости от определенной концентрации препарата. Так вот, для этих препаратов существуют так называемые суженные границы биологической эквивалентности. Если для большинства препаратов мы препараты признаем биоэквивалентными при разбросе от 80 до 125%, то для препаратов с узким терапевтическим окном границы эквивалентности суживаются до 90-111%. Это обусловлено тем, что концентрационные всплески, допустимые для большинства препаратов, крайне нежелательны для препаратов с узким терапевтическим окном. Мы можем получить либо ускальзывание эффекта, либо, наоборот, токсическое воздействие. В основном дизайн исследования использует как раз-таки классический подход, то есть, когда мы говорим, что у нас параллельная группа с перекрестом, мы включили две группы, эти пили дженериковый препарат, эти оригинал, потом они перекрестились, те, кто пил дженерик, выпили оригинал, и наоборот. Опять-таки, нам необходимо определиться, как мы будем проводить это тестирование, натощак или после еды, но это зависит в первую очередь от того, как препарат будет приниматься. Какие бывают альтернативы? Ну, например, у препарата очень длинный период полувведения. Полувведение препарата нам придется ждать 20, 30, 40 дней, даже больше. В этом случае мы можем проводить параллельное дозирование, то есть, мы не будем проводить перекреста, в каждой из групп один доброволец принимает препарат один раз. Это не очень хорошо, нам придется включать гораздо большее количество добровольцев, просто потому, что разница между разными добровольцами, они оказывают достаточно серьезное влияние. Мы можем проводить однократное дозирование с промежуточным анализом, рассчитывать, сколько нам надо довключить еще добровольцев в это исследование. Мы можем проводить множественное дозирование, в том случае, если особенно у нас имеется нелинейная кинетика препарата. Это уже детали, в основном мы используем, конечно, классический подход. При использовании такого исследования нам необходимо сразу же оценить, какие есть источники вариабельности, то есть, почему у нас эти кривые расходятся, в чем причина расхождения. Разница между организмами и субъектов исследования, она будет всегда. Если мы не получаем вариабельности между организмами и субъектов исследования, мы включили в исследование клонов или, не знаю, однояйцевых близнецов. Разница между препаратами – это как раз таки то, что может опровергнуть гипотезу биоуквалентности, то есть, то, что мы проверяем в первую очередь, насколько одинаково эти препараты обеспечивают фармакогенетические свойства. Разница между последовательностями, что вперед давали, или между периодами, в первом и втором. Это может зависеть от того, что один препарат еще остался, например, в крови, и его следовые концентрации начали определяться во втором периоде. Может быть, изменилась, я не знаю, погода. Ну, и могут быть другие, так называемые, неучтенные источники вариабельности. Еще один очень принципиальный и очень важный момент. С чем мы сравниваем дженериковый препарат? В принципе, референтный препарат – это препарат, который первый был зарегистрирован, который первый появился на рынке. В чем тут проблема? Вот смотрите, может, если мы проводим сравнение, не руководствуясь этим принципом, вот мы взяли вот этот препарат заэталонный, это референтный препарат, вот сравнили с ним некий дженериковый препарат. Ну, вроде бы концентрация поменьше, но, в принципе, доверительные интервалы позволяют его зарегистрировать. В ситуации, когда мы вот этот препарат будем сравнивать с вот этим препаратом, мы тоже получим биологическую эквивалентность, но вот здесь вот эквивалентность с оригинальным препаратом уже будет под сомнением, а в черном сценарии – это абсолютно неэквивалентные препараты. То есть, так называемый эффект испорченного телефона может быть, если мы сравниваем дженерик с дженериком. Поэтому дженерик мы сравниваем всегда только с оригинальным лекарственным препаратом, либо в критических условиях, когда оригинальный лекарственный препарат на рынке какой-то страны отсутствует, с препаратом, который в этой стране применяется чаще всего из этой группы. Парочка городских легенд. Первая городская легенда. Знаете, иногда говорят, что Россия – страна дженериков. Там, например, у нас действительно очень много дженериков на рынке, но огромное количество. Ну, так вот получилось исторически, что у нас фармацевтическая промышленность идет по пути воспроизводства препаратов. А вот, например, Соединенные Штаты Америки – это страна оригинальных препаратов. Ничего подобного. Зайдите на сайт FDA. Я буквально сегодня обновил этот слайд, чтобы не было вопросов, что что-то было когда-то. 8 из 10 препаратов, назначаемых в Соединенных Штатах Америки – это дженериковые препараты. Дженериков много во всем мире. Есть, пожалуй, одна страна, в которой преобладают оригинальные препараты – это Япония. И, кстати, с точки зрения японского правительства, это является серьезной проблемой для страны, просто потому что оригинальные препараты Апривори дороже. И еще одна городская легенда. Якобы существуют разные подходы к исследованию дженериков и в Соединенных Штатах Америки, например. Ну, почему-то мы привыкли ориентироваться на США. Ну да, там действительно очень хорошо развита регуляторная система. И в Соединенных Штатах Америки непременно требуется проведение терапевтической эквивалентности. То есть сравниваются не только фармакокинетические параметры, но и эффективность препаратов, дженерика и оригинального препарата. Опять-таки, это городская легенда. Потому что, если взять американскую оранжевую книгу «Хорриндж Бук», вот там написано, что как раз-таки препараты, которые кодируются как АА, они должны именно быть исследованы в плане биологической эквивалентности. Общий подход каков? Считается, что терапевтическая эквивалентность складывается из доказанной фармацевтической эквивалентности и биологической эквивалентности. Вот если и то, и это было доказано, других исследований уже не требуется. Есть такой момент. Возможно, вы будете сталкиваться с публикациями, которые, скажем, немножечко лукавят. Там недостаточно добросовестно подходят к проведению эксперимента. Сравнивают, скажем, дженериковые препараты и оригинальные. Это значит, включили 30 человек в группу с дженериками, 30 человек в группу с оригинальным препаратом. Сравнили результаты, не получили статистически значимых различий и сказали, что наш препарат терапевтически эквивалентен. Отсутствие различий терапевтического эффекта не является доказательством эквивалентности. Потому что, смотрите, возьмем четырех пациентов, поделим пополам. Двоим дадим дженерик, двоим дадим оригинальный препарат. Я не знаю, от чего, от головной боли. Здесь удвох прошло, там удвох прошло. Вы хотите сказать, что препарат эквивалентен? Конечно же, нет. Мы просто провели исследование, в котором мы даже теоретически не могли получить статистически значимых различий. Поэтому для проведения исследований эквивалентности нужно набирать очень большое количество пациентов и точно так же тестировать гипотезу не хуже и не лучше, как и при сравнении фармакокинетических параметров. Когда проводятся исследования терапевтической эквивалентности? Ну, например, у препарата отсутствует системный эффект. Скажем, топические препараты. Например, препараты, доставляемые в бронхиальное дерево для лечения бронхиальной астмы или бронхиальной обструкции. Препараты, которые не всасываются в желудочно-кишечном тракте и действуют на уровне желудочно-кишечного тракта. Это ситуация, которая может провести исследование терапевтической эквивалентности, потому что биологическую эквивалентность здесь не провести. Препарат не всасывается, не появляется в системном кровотоке в достаточном количестве. Более того, наличие препарата в системном кровотоке не коррелирует и не отражает его фармакодинамическую активность. Вторая ситуация – это, например, раствор для парентерального введения. Но если мы говорим о простом водном растворе, который сразу же доставляется парентерально, то здесь по-хорошему вообще исследований дополнительных не требуется, потому что та же самая молекула в водном растворе, соответственно, она сразу попадает в системный кровоток. Здесь никаких моментов, определяющих разницу абсорбции, разницу распределения, связанных с лекарственной формой, быть уже не может. И биологические молекулы. О биомолекулах мы поговорим позже. Мы поговорим позже, почему для биомолекул недостаточно только фармакогенетических исследований. Суммируя то, что мы говорили о дженериках, что называется «за» и «против», суммируем «про» и «контра». Что «за»? Да, действительно, дженерик – это препарат, который имеет идентичную молекулу, идентичное количество этой молекулы в идентичной лекарственной форме. И он появляется на рынке только если для него в исследованиях биологической эквивалентности доказана сопоставимая биодоступность. Далее преимуществом дженерика можно назвать его низкую цену. Будем все-таки врачами, пусть те, кто отвечает за количество денег, за модели здравоохранения, пусть у них болит голова в отношении счета денег. В принципе, давайте все-таки исходить из того, что цена в рутинной медицине не должна быть основной причиной выбора того или иного лекарственного препарата. Теперь, что против дженериков? Некая неуверенность. Да, это та же самая молекула, но при этом может использоваться разная субстанция, полученная от разных производителей, и качество этой субстанции может оказаться различной. Начиная от ее представления, гранулирования, вопросов добавления туда вспомогательных препаратов, которые определяют стабильность лекарственной формы, заканчивая просто вопросами потенциальной контоминации этой субстанции, возможно, какими-то токсическими веществами, как я это приводил в примере с волсартаном. С точки зрения регулятора, разброс фармакокинетических параметров допустим. Мы говорили, что доверительные интервалы могут болтаться от 80 до 125% для большинства малых молекул и от 90 до 111% для препаратов с узким терапевтическим диапазоном. Но все-таки каждый раз необходимо подумать, насколько этот концентрационный всплеск окажет влияние на течение заболевания у конкретного пациента. Потому что многие профессиональные сообщества попросту не рекомендуют перевод с одного препарата на другой внутри одного международного непатентованного наименования. Не по причине того, что один лучше, а другой хуже, а по причине того, что стабильный ответ организма был получен на именно этой конкретной подобранной дозе, а переход на другую дозу может изменить концентрацию и может привести к ускальзыванию терапевтического эффекта. Ну и еще один момент. Мы переносим на дженериковый препарат все данные по оценке эффективности, безопасности и переносимости, которые были получены для оригинального препарата. На основании того, что признаем его эквивалентным. Однако этот перенос мы делаем именно на основе исследований фармакокинетики. То есть мы экстраполируем эти данные. Мы не видим реального эффекта именно этого дженерика. Мы предполагаем, что при идентичности молекулы и при идентичности фармакокинетики и при достаточно хорошо произведенной субстанции препарат будет таким же. И последнее. Это вопрос культуры производства. Очень многое зависит. То есть в странах с хорошо развитой регуляторной системой все исследования, не только подвергаются инспекторату исследования, клинические исследования дженериковых препаратов, но обязательному инспекторату подвергаются и производственные площадки. И в обязательном порядке в клинические исследования дженерика входит уже тот препарат, который наработан в опытно-промышленных сериях. Например, как в Евросоюзе. Три опытно-промышленных серии наработали. То есть исследуется тот препарат, который будет в случае успеха этих исследований продаваться на рынке. Если это не оговорено, то ситуация, когда в исследование поступает лабораторный прототип препарата, она допускает возможность в дальнейшем изменения производственного процесса. То есть мы исследовали один препарат, а потом, когда пошло масштабное производство, мы начали получать, по сути, другой препарат. Поэтому, конечно же, уверенность в качестве дженериков во многом зависит от работы государственного регулятора, регуляторных, инспектирующих производство структур. Теперь мы перейдем к следующему вопросу, к биологическим лекарственным препаратам. К биологическим лекарственным препаратам относятся многие гормоны, монокональные антитела и так далее. То есть лекарственные препараты, которые были получены и выделены из биологического источника. Когда разрабатывается оригинальный биологический препарат, он точно так же закрывается патентом. Патент потом заканчивается, и может появиться воспроизведенный биологический препарат. Они имеют разные названия. Вы очень часто будете слышать жаргонное название биосимиляры. Это калька с английского biosimilars. В российской регуляторной плоскости эти препараты все-таки сейчас называются биоаналоги или биологические аналоги. Есть термин биоподобный, это просто перевод биосимиляры на русский язык. Есть термин воспроизведенный биофармацевтический препарат. Давайте продерживаться здесь. Здесь одно удобное слово, биоаналоги, поэтому будем использовать его в первую очередь. Итак, согласно регуляторным формулировкам, биоаналогами являются биологические лекарственные препараты, содержащие, внимание на это слово, версию действующего вещества. Этого слова нет для малых молекул. Потому что для малых молекул мы подразумеваем, что дженерик содержит в себе абсолютно идентичную молекулу. Химически это то же самое вещество, оно абсолютно идентично. Биологические молекулы – это большие молекулы. Они очень сложные, они подвергаются разнообразным модификациям в процессе их выработки. Поэтому они могут все-таки отличаться друг от друга. В связи с этим мы говорим о версиях молекул. И если мы приводили непедагогичный пример с водкой для малой молекулы, то для биомолекул мы можем сравнить ситуацию, например, с вином. Потому что на вкус вина, на его, ладно, скажем, научным языком органолептические свойства воздействует огромное количество веществ, которые в разнообразных сочетаниях присутствуют в этой бутылке вина. И здесь важно не только содержание этилового алкоголя, этилового спирта, но и как раз-таки концентрации этих веществ. Точно так же, как биологические молекулы могут отличаться друг от друга в зависимости от разных линий клеток-продуцентов и от разных условий в биореакторах, в которых эти продуценты содержатся и вырабатывают биомолекулы, так и вино может отличаться друг от друга даже при наличии идентичного абсолютно сорта винограда, который совпадает по своей ДНК-последовательности. Могут отличаться в зависимости от времени года, от климата в этом году, от условий произрастания и т.д. То есть, очень много разнообразных факторов влияет, которые трудно учитывать. Биоаналоги могут отличаться. Да, могут быть просто различия клеточных культур, клеток-продуцентов. Они могут иметь разные контоминации вырабатываемыми клетками эндотоксинами. В связи с различными структурами и различными примесями биологические препараты могут иметь разные моногенные свойства. А это риск не только аллергических реакций, но это риск просто связывания биологического препарата антителами и то, что препарат вылетит из организма, не подействовав. Они могут иметь различия в третичной и, самое главное, четвертичной структуре и представлять собой разные изоформы. Поэтому тестирование биоаналогов при появлении биосимиляров, при появлении воспроизведенных биопрепаратов – это более сложный процесс. Он требует и доклинических исследований, и более серьезных клинических исследований. Здесь мы не только ограничиваемся фармакокинетическими исследованиями, мы проводим исследования фармакодинамики, то есть влияние препаратов на конкретные биологические маркеры, и проводим рандомизированные клинические исследования, где как раз-таки оцениваем гипотезу эквивалентности. Ну и эти молекулы требуют более серьезного изучения уже после того, как появляются на рынке. Действительно, очень сложно воспроизвести ту же самую биомолекулу. Представьте себе, масса малой молекулы 500 дальтон, например. Масса моноклонального антитела 150 тысяч дальтон. То есть посмотрите, во сколько она больше и во сколько раз она сложнее. У нас зачастую просто не хватает необходимых аналитических методов, которые могли бы рассмотреть и выявить мельчайшие отличия между этими моноклональными антителами. Мы до конца не имеем полного понимания, каким образом различия, скажем, в каких-то модификациях могут влиять на показатели клинической эффективности и безопасности. Есть такое понятие посттрансляционная модификация. Итак, у нас клетка-продуцент производит некое моноклональное антитело, некое антитело. А дальше это антитело может подвергаться посттрансляционным изменениям. То есть сама белковая структура, она уже сформирована, она уже никуда не денется. Однако же к этой белковой структуре могут привязываться разные углеводы, она может ацетилироваться, метилироваться. Ну, представьте себе стандартные искусственные ёлки, выпускаемые в Китае, которые недавно наконец убрали. И вот эти ёлки, они все одинаковые. А дальше каждый вешает на эти ёлки разные ёлочные игрушки. В принципе, ёлка, она остаётся ёлкой. Её основная задача – колодца. Ну, пахнуть она не пахнет, потому что она из пластика. Она продолжает точно так же колодца, но в зависимости от разных ёлочных игрушек она выглядит может совершенно по-разному. Вот так вот и эти вещества, они могут висеть на этом моноклональном антителе, как ёлочные игрушки. И мы не можем точно сказать, насколько сильно они будут менять свойства этого моноклонального антитела. Как раз-таки эта ситуация, апостерсенционная модификация, определяет ещё одно понятие, так называемая микрогетерогенность. То есть микрогетерогенность – это ситуация, когда в каждом выпускаемом биологическом препарате присутствуют некие родственные вещества и родственные примеси. Общий смысл. Чем отличается родственное вещество от родственной примеси? Запомним просто. Родственное вещество – это хорошее вещество. Это структурная версия того же белка, эффективность и безопасность, сходность с целевым белком. А родственная примесь, здесь слово «примесь» имеет негативные коннотации. Это тоже структурная версия белка, но эффективность и безопасность этой структурной версии, они хуже, чем у оригинального продукта. Кроме того, просто провести исследование биологической эквивалентности на биологических аналогах сложнее. Биологические аналоги имеют очень длинный период полувведения. Если период полувведения малых молекул исчисляется чаще всего часами, и мы можем дозировать человека, подождать, пока из него все выведется, дать ему второй препарат, здесь период полувведения определяется неделями. После первого же введения препарата возможно развитие иммунной реакции, могут появляться антитела к этому препарату. Соответственно, вторая доза этого препарата будет уже частично связываться и будет демонстрироваться уже другая фармакокинетика. Не для всех моноклональных антитела, не для всех биологических молекул мы можем включать в исследование здоровых добровольцев, потому что во многом эти молекулы имеют влияние на какие-то таргеты, на какие-то механизмы передачи, на какие-то сигнальные механизмы, которые определяют, например, работу системы иммунитета. Большая вариабельность будет между разными пациентами, если мы будем включать не добровольцев, а пациентов. Ну и, наконец, есть такое понятие «мишень опосредованных лироц». Попытаюсь объяснить, что называется на пальцах. Каким образом у нас может выводиться моноклональное антитело из организма? Когда оно садится на какие-то мишени, ну, к примеру, у опухоли. И вот какая может возникать ситуация. Чем больше опухоль, тем большее количество, вот у нас большая опухоль, большое количество моноклональных антител садится на эту опухоль и таким образом выводится из системного кровотока. Опухоль меньше, соответственно, меньшее количество моноклональных антител будет на опухоли, и вдруг по мере эффективного лечения этого ракового состояния у нас повышается концентрация свободного препарата в крови. Это связано с тем, что уменьшилось обмешение посредственных клиренсов, то есть уменьшился именно объем опухолевых клеток. Для того, чтобы оценить соответствие аналогичного, биологически аналогичного препарата, оригинальному препарату, недостаточно провести только исследование кинетики, фармакодинамики, но еще нужно и оценить терапевтическую эквивалентность. Для простоты, опять-таки, проводятся чаще исследования не меньше эффективности. То есть мы смотрим, нам ведь что здесь важно понять, не менее ли эффективно это лекарство лечит исследуемую патологию. То есть мы договариваемся о том, что здесь, если мы получим результат, это у нас одинаковое лечение, и дальше опровергаем гипотезу, так называемую нулевую меньше эффективности. Опровергив нулевую гипотезу меньше эффективности, значит у нас справедливая альтернативная гипотеза, что лекарство не менее эффективно. Может ли оно казаться более эффективным? Это распространенный вопрос, который задают, когда говорят о дженериковых препаратах. Может ли дженерик быть более активным, чем оригинальный препарат? Для дженериков, для малых молекул, для примитивных относительно молекул мы говорим нет. Дженерик не должен быть эффективнее оригинального препарата, иначе это какое-то другое вещество. Для более сложных биологически активных молекул, для биомолекул, такая ситуация теоретически возможна. Сейчас даже нет устоявшегося русскоязычного термина для описания такой ситуации. Мы пользуемся поэтому английским термином, англоязычным термином BioBetter, биопревосходящий препарат. Теоретически возможно, что биоаналог по каким-то причинам, вследствие как раз-таки изменений пострансляционной модификации, например, вследствие его микрогидрогенности, вот так вот удачно изменился, что он начал проявлять лучшие свойства, он начал проявлять, например, большую активность или лучший профиль безопасности. И завершая сегодняшний разговор, вот именно по исследованиям, которые уходят на вывод препарата на рынок. Вот смотрите, разработка препарата, это новый препарат, оригинальный продукт. Базовые исследования должны быть проведены, имеется в виду лабораторные исследования, которые проводятся для отработки концепции применения этого препарата. Разработка самого препарата, цикл доклинических исследований безопасности, токсичности, влияния на репродуктивные системы, фармакодинамика и фармакокинетика у лабораторных животных. Дальше исследование первой фазы, когда мы изучаем фармакокинетику и переносимость, стараемся у здоровых добровольцев. Исследование второй фазы, когда мы отрабатываем гипотезу применения этого препарата, это пилотное исследование, мы получаем предварительные результаты у лечебного применения этого препарата, сравниваем разные, может быть, режимы дозирования. И третья фаза, так называемое подтверждающее исследование, когда мы уже должны доказать гипотезу. Здесь, в этом исследовании, чаще всего мы доказываем гипотезу превосходства. Превосходство либо над имеющимся стандартом лечения этой патологии, либо над плацебо. А вот ситуация, у нас появляется биоаналог. Базовое исследование не требуется, потому что он разработан для влияния воздействия на патологические процессы через уже известную описанную мишень. Процессы, на которые он будет влиять, уже мы хорошо представляем на основании опыта применения оригинального препарата. Мы обязательно проводим доклинические исследования безопасности, потому что его свойства могут отличаться от свойств оригинального препарата именно вследствие посттрансляционных модификаций, например, этого препарата. И нам, соответственно, сперва надо проверить это на лабораторных животных. Дальше мы входим в первую фазу, включаем либо здоровых добровольцев, либо, если невозможно, пациентов. И в этой первой фазе мы оцениваем сравнительные исследования формакокинетики препарата и сравнительные исследования формакодинамики препарата, если это позволяет имеющийся биологический маркер. Вторая фаза нам не нужна, потому что, опять-таки, мы данные получаем уже отсюда. Данные предварительно есть. И дальше мы проводим исследование третьей фазы, а в ходе исследования третьей фазы мы должны сравнить биологический аналог с оригинальным препаратом и доказать, что его терапевтическая эффективность, терапевтическая активность уже у пациентов не хуже, чем у оригинального препарата. Поэтому путь, который проходит биоаналог на рынок, он гораздо сложнее и гораздо дольше, чем путь, который проходит дженериковый препарат, дженерик малой молекулы. Что же, на сегодня у меня все. Большое спасибо. Опять-таки, если у вас есть какие-то вопросы, если у вас какие-то есть пожелания, замечания, пожалуйста, пишите. Я всегда буду рад ответить на все ваши вопросы. Всего вам доброго и не болейте. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...